И сегодня в Барнауле пройдет совещание по предстоящему паводку 2017. В нем примет участие министр МЧС России Владимир Пучков. Спецборд самолета МЧС прибудет в краевую столицу с минуты на минуту. Как стало известно, помимо совещания с главой региона Александром Карлиным, Владимир Пучков наградит лучших спасателей края, а также вручит спецтехнику. Все подробности смотрите в выпусках новостей завтра, а пока к другим темам. Половина пути пройдена. Участники патриотической акции «Снежный десант» уже подошли к экватору своего путешествия. Напомню, 27 января 19 студенческих отрядов отправились в районы края. Шефская помощь сельчанам, работа со школьниками и ветеранами, спортивные матчи и вечерние концерты уже состоялись в десятках сел и деревень. Отряд Алтайского технического университета «Попутный ветер» сегодня прибыл в село Паново. На месте дислокации отряда побывала наш корреспондент Антонина Поздеева. Снега, морозы, гололед, попутный ветер идет вперед! Отряд прибыл в составе 24-х человек в село Паново-Ребрихинского района. С такого дружного приветствия начинается каждый день бойцов отряда «Снежного десанта» «Попутный ветер». Вот уже пять дней они путешествуют по Ребрихинскому району. Место локации сегодня – село Паново. В каждом из сел участники Всероссийской патриотической акции проводят только один день. На это время у них запланировано много важных дел. По традиции с утра начинают работать со школьниками. Спортивные игры с самыми маленькими всегда проходят на ура. Оно и понятно, ведь попрыгать, пошуметь и набегаться вдоволь интереснее, чем сидеть на уроках. В это же время другие бойцы отряда проводят мастер-класс для пятых-шестых классов. За один урок ребята делают бумажные цветы, чтобы уже вечером на концерте подарить мамам. Для старшеклассников студенты приготовили серьезные темы. Ученики седьмых-восьмых классов слушают лекции о здоровом образе жизни. Почему важно соблюдать режим дня и какой вред наносят пагубные привычки, рассказали будущие медики. А вот на встрече с выпускными классами выступили представители всех вузов. Лекции по профориентации абитуриентов с нетерпением ждут во всех сельских школах. Для школьников будет очень полезно пообщаться со студентами, так как сейчас старшие классы стоят на распутье, куда поступать, в какой университет. И, возможно, они помогут определиться им с выбором по факультетам и определить свою будущую профессию. Закончив работу со школьниками, бойцы снежного десанта спешат на помощь взрослым. Жители сел, в свою очередь, пользуются возможностью, например, получить бесплатную юридическую консультацию. Такую помощь студенты оказывают уже пятый год подряд. Перед отправкой в район отрядные юристы проходят подготовительный курс. На сегодняшний день проконсультировано больше ста человек. Наиболее частые вопросы – это вопросы социального обеспечения и сферы трудоправовых отношений. В частности, вопросы восстановления на работе, нарушения трудовых прав граждан. Как уже было отмечено, право социального обеспечения – это вопросы присвоения различных категорий пособий, льгот, а также их отмен. За 40 лет существования акции жители районов уже запомнили. Если приезжает снежный десант, то расчистка снежных сугробов обеспечена. Вот и труженица тыла Клавдия Васильевна Никулина с радостью встретила веселых ребят. Ей помогли убрать снег во дворе и расчистить проход к курятнику. Сама бы с этим точно не справилась, признается пенсионерка. И пока парни наводят порядок во дворе, отрядные артисты уже распеваются перед вечерним концертом. Вечером студенты покажут традиционный концерт для всех жителей села. После отрядные мероприятия и уже завтра снова в путь. В другую деревню, где их с нетерпением ждут. Антонина Поздеева, Александр Морозов. Новости. Субтитры подогнал «Симон»